Приветствую вас, и вы знаете, вот я прочитав ваш вопрос, мне бы хотелось некоторые моменты прояснить, ну то есть как прояснить, вообще говоря, разобрять вашу ситуацию, хотя судя по тому, что вы уже написали дополнение, я так понимаю, что вопрос вы бы решили, хотя решенным его не сделают. Тем не менее, вопрос свой вы задали в 10 часов, дополнение допустали в 12 часов, соответственно, полагаю, что очень может быть, что больше вы сюда не придете, но тем не менее, я все-таки попробую дать вам ответ на ваш вопрос, потому что он мне показался серьезным, и самое главное, это то, что в этом вопросе, на мой взгляд, есть некоторые неточности. Итак, начнем сначала, значит, ну первое то, что, значит, вы говорите, что у вас 30 лет стажа, что вы на военной пенсии, но она очень мала, приходится работать, значит, ну, как бы дополнительно. Значит, проблемы начинаются с того, что, вот именно, в чем начинаются проблемы, да, то есть, когда вы пишете, что на моем месте работы вы не изменили профиль вашей деятельности, это хорошо, когда вы пишете, что вы делаете, да, кадровик, документы оборотят, тоже все хорошо, значит, все дело в том, что помимо своей деятельности мне приходится делать еще кучу совсем не моих дел, ну, про которые мы с обеседованием вам не говорили, но которые вам навязали. И вот с этого момента начинаются проблемы. По крайней мере, проблемы какие? К вам появляются вопросы в первую очередь. Значит, во-первых, вы говорите, что, как вот, 30 лет вы работаете кадровиком. Вы свой стаж рабочий имеете в виду, вот, на той работе, которая, про которую вы говорите сейчас, то есть, то есть, в той работе, где у вас много обязанностей, которые вам, в общем-то, ну, не подходят. Или вы работали 30 лет вообще кадровиком, но на этой работе вы работаете гораздо меньше времени, и вот на ней уже вам начали навязывать, там, какие-то обязанности, которые вас не касаются. Это первый вопрос, он очень важный, потому что, если вы работаете вот в этой компании уже все 30 лет, то тогда, конечно, разговор один, то есть, здесь достаточно четкая позиция у вас. Например, есть в трудовом договоре обязанности, да, которые прописываются, если вы заключали трудовой договор. И в трудовом договоре прописано, что вы должны делать, за что вам, собственно, обнажается оплата. Оплата труда. Соответственно, если вам навязывают новые обязанности, то хорошо, в этом нет проблем. Но вы либо тогда просите повыскать вам горклату, либо вы имеете полный право отказываться от работы и уходить с нее. И когда вам говорят, что у нас нет своей и не своей работы, хорошо, нет своей и не своей работы, допустим. Но, если своей и не своей работы нет, то как тогда заключается этот трудовой договор? Как тогда прописываются обязанности, почему, если своей и не своей работы нет, то даже зарплата назначается только за определенные обязанности? Согласитесь, как-то это не очень справедливо по отношению к вам, к работнику. И мне не очень понятно, почему вы это терпите. Что заставляет вас терпеть? Предположим, что вы действительно почти 30 лет работаете там. И за это время на вас на эти свои обязанности. Сейчас вы боитесь, что не найдете достойную работу. Хорошо, сейчас вы боитесь. А что было 10 лет назад? 20 лет назад? Когда вы могли найти работу? Почему вы тогда оттуда не ушли? Или навязывание лишних обязанностей происходило не сразу, а постепенно? И, например, первые 10 лет все было хорошо, а началось все потом? Или как? Вот непонятно. Вот это непонятно. Как бы вы ведете повествование, но при этом вот эти моменты важные, на мой взгляд, вы упускаете. То есть вы не пишете о своей субъективной стороне, по сути дела. Вы повествуете о том, что вы хотите, вы повествуете о том, что вам не нравится, вы повествуете о том, какое мнение у работодателя. Но вы не говорите о своих мотивах. О мотивах терпеть, о мотивах, почему вы принимаете такое нарушение ваших прав, трудовых и так далее. И, естественно, если вы позволяете работодателю навязывать вам обязанностей, то он не будет это делать. А почему нет? Ему нужно, он на вас экономит. Вопрос заключается в том, почему он на вас экономит и почему вы позволяете на себе экономить ему, работодателю. Ведь те деньги, которые он экономит, он кладет себе в карман. Вот это непонятно. Далее. Вы пишете о профессиональном выгоряде. И полагается, что дело здесь стоит именно в этом. То есть вы профессионально выгоряете потому, что занимаетесь не только своим делом, но еще другим. И вы понимаете, что работаете за бесплатно, и вас это опустошает. И сердце, и сердце на опустошает. Но вопрос к вам, опять же, для чего, почему, как получилась такая ситуация. В какого момента и так далее. Этого ничего не раскрывается. Далее, 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 далее ситуация идет таким образом. Вы говорите, что работать больше не хотите в кадре. Вы говорите, что дома сидеть тоже не собираетесь, будете работать с бумагами. И хотите уволиться, но останавливает возраст, боитесь не найти достойную работу. На большие деньги вы не рассчитываете, и вы просите нас подсказать вам, как быть. Поэтому вы говорите, что для того, чтобы ходить на собеседование, надо иметь свободное время. Или каждый раз опрашиваться, находясь в отпуске, я не хочу тратить и без того свободное время, вместо отдыха, значит, на, вы не хотите тратить время на общение с потенциальным работодателем. Знаете, несколько, вот тоже, странный, странный, на мой взгляд, момент. Значит, смотрите. Вы говорите, что вас оправдывает ваш вор. Вы просите нас, как вам поступить. Вам предлагают ходить на собеседование, вам предлагают там активно искать свободу. Но это скорее не психологический совет. Это скорее не психологическая рекомендация, а это скорее, ну, знаете как, совет по трудоустройству. Вот как психолог, я лично вам могу сказать следующее. Сначала не очень понятно. Вы не хотите больше работать в кадре, вы хотите работать с бумагами. Так? И своей будущей работой вы видите работу с бумагами. Но именно работать с бумагами, вы боитесь не найти из-за возраста своего. Достойная работа для вас, это работа какая? Вот давайте назначаем критерии достойной работы. Определись им. Во-вторых, значит, не очень понятно с точки зрения, ну, давайте сначала скажем про то, что касается самого поиска работы. То есть вы спрашиваете нас, как быть, на собеседование ходить вы не хотите, потому что не желаете тратить его на общение с работодателем. А как тогда вы хотите найти работу, если вы не желаете общаться с работодателем? Не очень понятно. Ну, есть вариант, в принципе, через интернет-сервисы заполнить свой, ну, профиль, анкету, разместить ее, и чтобы работодатели вас сами искали, вам потом нужно будет просто созвониться, возможно, какие-то вопросы прояснить. Но, в принципе, в целом, если вы грамотно запомните профиль, то собеседование с вами могут не проводить вообще, или чисто, например, там иногда предлагают по скайпу созвониться, провести собеседование, если вот так в интернете искать работу. То есть, в принципе, для вас это было бы удобно, если я правильно вас понял в кондистике того, чего вы не хотите. Но, если говорить с точки зрения психологии, то вы боитесь из-за своего возраста. То есть, вы считаете, что специалист вашего возраста, ну, никому не будет нужен. И вот это, на мой взгляд, является большой проблемой. То есть, это неуверенность в себе. Это недостаточная уверенность в себе. Нам можно, ну, как бы сказать, заниженная самооценка немного. То есть, вы, конечно, скорее всего, со мной не согласитесь, вы, скорее всего, будете отрицать тот факт, что у вас эта самооценка занижена, вы будете говорить, что нет, у меня все в порядке, что я знаю себе цену и так далее. Я, вы знаете, не буду с вами спорить, потому что, как бы, спорить это не то, что мне хотелось бы. Вот. Я вам скажу только так, что, вот, как это видится со стороны, да, вот, как это видится с позиции психолога. Вы какое-то время, причем время достаточно, ну, долгое, тратите и терпите на работодателя, который вас не особо ценит. И который пытается стремиться перевесить на вас, ну, как можно больше обязанностей. Соответственно, не сложно догадаться, что у вас есть какая-то мотивация для этого. И эта мотивация, а также субъективные условия подобного поведения, они имеют место быть. И раз так, раз какие-то субъективные условия есть, то они аномальны и вредны, ну, для вас они вредны. Я надеюсь, не нужно пояснять, почему они для вас вредны, но все же скажу, что они вредны для вас, потому что вы действуете себе в ущерб. И самое неприятное, это то, что работодатель видит, что вы можете действовать себе в ущерб. Так вот, не являются ли, не являются ли эти условия, которые заставляли вас терпеть, вот, собственно говоря, такие условия работы, Не являются ли эти условия продолжением, или не проявляются ли эти условия в том, что вы сейчас боитесь не найти другую достойную работу. Если так, то с этими условиями нужно работать. Я пока не очень хорошо понимаю, чем, значит, обусловлены они, чем, так сказать, они проявляются. Как они проявляются, но в том, что они есть у вас, я не сомневаюсь. Это первый, наверное, момент, основной момент. Дальше, значит, следующее, что я хочу вам сказать, это то, что вы, значит, говорите, что вы боитесь не найти достойной работы, Но при этом саму работу искать вы вроде как не хотите. То есть, я прошу прощения заранее, если не понял вас, или как-то не так понял. Ну, вот, исходя из того, что вы написали, получается, вроде именно да. Соответственно, нужно тогда вам задать такой вопрос. Вот вы боитесь, что не найдете работу. Хорошо. Но что вы готовы сделать для того, чтобы эту работу найти? То есть, какие вы усилия готовы предпринять для поиска работы? И, если речь идет об усилиях, то, говоря о них, об усилиях, нужно отдельно пометить, что вы вкладываете в ожидания от этих усилий. Условно говоря, если вы готовы что-то предпринять, то у вас есть ожидания от того, что вы предпринимаете. И насколько, насколько эти ожидания соответствуют действительности. То есть, нужно ожидания ваши привести с ожиданиями реальными. Дабы не было разочарования и не было какого-то негативного эффекта. Если у вас что-то не получится. Следующий момент заключается в том, что, как я понял, вы не хотите брать свое свободное время. И из этого я делаю вывод, что работу вы хотите искать, хотели искать. Ну, наверное, в период еще запрещения той должности, в которой вы находитесь сейчас. Опять-таки непонятно, а как вы хотели искать работу? Но вы говорите, что решили, что доработаю до конца года, и все. Уйду потом, здоровье дороже. Хорошо, уйдете. А дальше что? Вы после ухода будете работу искать. Но это опять же нужно тратить свободное время на общение с работодателями и так далее. Вы этого не хотите, и вот здесь какое-то противоречие возникает. Либо вы подразумеваете это, но исходя из вашего текста, это не явно. А мне бы хотелось, чтобы вы четко представляли себе, что вы будете делать и как. Ну, или, наконец, последнее, что я хочу сказать. Когда вы говорите, что я боюсь найти работу, и вы говорите, что я не хочу тратить время на общение с работодателем, то, соответственно, возникает такое подозрение, что вы не хотите искать работу, потому что боитесь, что вас обтолкнут, а вы не желаете чувствовать себя отвергнутым, ненужным. Вы боитесь этого ощущения. Либо не желаете вы это делать, потому что вам нравится, чем-то привлекает ваше настоящее положение. То есть оно вам что-то дает. Чем-то оно для вас выгодно, чем-то оно для вас полезно. Возможно, вы сами не осознаете, чем. Ну, и вот, собственно, с этим тоже нужно разобраться. И, исходя из, так сказать, всего того, что я вам сказал, можно сделать вывод, что для начала, для начала, если говорить о том, как вам быть, старайтесь ответить на все те вопросы и прояснить все те моменты, на которые я указал. Ответить на все вопросы и прояснить для себя, хотя бы, те неточности, которые у вас есть. И думаю, дальше уже будет понятно, в какую сторону вам двигаться. либо вы подкорректируете свою деятельность, чтобы она была эффективной и соответствовала тому, чего вы хотите, либо вы обратитесь более приватно к любому эксперту и с ним проработаете те блоки, препятствия, которые мешают вам делать то, что вы хотите. То есть, уберете те блоки, которые не позволяют вам осуществлять ту деятельность, которую нужно. И вот, собственно, такие у вас есть варианты. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Я видел, что вы значит, дополнили свой вопрос, поэтому, если у вас будет желание именно дополнить свой вопрос, а не написать лично мне, то, пожалуйста, хотя бы в личном сообщении дайте мне знать, что вы дополнили свой вопрос, чтобы я прочитал дополнение. потому что иначе я могу его не увидеть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok